Флорбол Дмитрий, привет! Ну и чтобы зрители так немножко визуально познакомились с таким видом спорта, как флорбол, давай на пару мгновений кинем взоры на экран и посмотрим замечательное видео. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Ну что, обычно говорят о теории к практике, да, здесь от практики к теории. Посмотрели мы наглядно, что такое флорбол. Причем расскажи теперь, в чем суть этого вид спорта и как в него играть. Вид спорта достаточно простой, то есть похож очень на хоккей. Это такая альтернатива для занятий хоккеем, но в зале. То есть очень практичный, физически тоже очень сильно затратный. Ты правильно сказал вначале. Чтобы начать заниматься, нужны шорты, футболка и кроссовки, ну и клюшка. И бюджетный вариант еще. Да, достаточно бюджетный вариант и очень, кстати, что еще и очень мало травматичный. То есть вот мы занимаемся с 2009 года в Алтайском крае, то есть существуем. И вот за все это время ни у кого не было какой-то серьезной травмы, там, не дай бог, там переломы или еще что-то. То есть какие-то мелкие синяки, но не более того. То есть в 2009 году Дмитрий Эдуардович Внуков, это наш такой наставник, тренер главной нашей команды, он начал заниматься и развивать флорбол на Алтае. И до сих пор, то есть сейчас управление перешло ко мне. Тогда я был еще молодой. Ну и сейчас не угасло вот это пламя любви к этому виду спорта. Поэтому продолжаем заниматься, развиваться. Очень нам нравится и интересно это. Забежал-то вперед, да, снял мой следующий вопрос. Играет, есть клюшка и есть мяч. Расскажи про вот эту гиперовку, потому что там специальный мячик, я знаю, есть. Да, мяч пластиковый идет, он легкий, но имеет он перфорацию, то есть там 26 отверстий даже посчитали. То есть это сделано не для того, чтобы мяч летел быстрее, то есть и проходил сквозь воздух. Клюшки бывают разные, то есть они на левую сторону, ну так же, как и в хоккее, на правую сторону. Вот. То есть поэтому любой человек может подобрать себе экипировку там по своему желанию. Поэтому никаких проблем с этим нет. С 2009 года, да, ты сказал, у нас флорбол живет или выживает в Барнауле? И вот как он сейчас ее чувствует? Если положа руку на сердце, есть, конечно, нюансы какие-то там со спортзалом. То есть достаточно такой большой интересный момент с полом. То есть, да, вот пол в зале должен быть идеально ровный для этого вида спорта. Для чего это делается? Чтобы мяч при передачах, там поперечных, продольных, он не подскакивал. То есть и ранее мы занимались в зале, где деревянный пол. Вот. И были такие моменты, когда отдаешь передачу, и мяч подскакивает, перелетает через клюшку. Это, ну, дополнительные сложности создает. Поэтому пол должен быть идеально ровный. Вот. Большое спасибо Александру Андреевичу Третьякову, который дал вам возможность заниматься в хорошем зале. Вот. Сейчас мы там занимаемся. Хорошее освещение, хороший пол, хорошие условия. Поэтому нам все нравится. Вот. Ну, в Барнауле, кстати, достаточно большое количество залов, которые подходят под этот вид спорта. Ну, вот мы сейчас занимаемся в таком же зале, да, на Гарена, в Анесово-132. Расскажи, как проходят тренировки? Есть, может быть, какая-то секция для всех желающих? Ну, в данный момент мы можем пригласить, в принципе, на тренировку любого человека. То есть это даже девушки могут попробовать. То есть у нас был такой опыт. Приезжали девушки из регионов, где флорбол развит. То есть они там гостили у родственников и достаточно неплохо смотрелись даже с ребятами там на одной площадке. Вот. А детской секции пока нету. То есть мы занимаемся летом на открытых площадках. То есть там, в принципе, каждый желающий может подойти, взять клюшку, попробовать, что это такое. Вот. Но начиная там с 14, даже, может быть, там с 12 лет, если ребенок готов там физически и не боится. То есть никто его не тронет там, никто не нанесет там травму. То есть все ребята добрые, отзывчивые помогут, подскажут. Ну и взрослый контингент тоже присутствует. То есть есть у нас мужчины, которым уже за 70. То есть они достаточно неплохо смотрятся, бегают и дадут фору любому молодому парню, который думает, что это не так. Ты сказал, что летом на открытых площадках проходят тренировки, правильно я понял? Да, да. Где это? Потому что... Ну, в основном это новые районы, новостроек. То есть там по улице Балтийская, Лазурная, Сиреневая. В коробках, да? Да, да. Либо в коробках, либо есть открытые площадки с резиновой крошкой. Это там баскетбольные площадки, теннисные. То есть мы просто привозим небольшие ворота, ставим их, делимся там пополам и начинаем играть. То есть рядом, как обычно, есть пешеходные дорожки, люди идут, смотрят, подходят, интересуются. Кто-то идет, переодевается из прохожих и пробует играть. То есть игра очень интересная, поэтому привлекает внимание. Вот мы хотим, чтобы больше и больше народу у нас собиралось, играло и занималось спортом. Что сейчас нужно сделать, чтобы флорбол в Барнауле жил, как и другие виды спорта, которые сейчас развиты? Чтобы открыть отделение? Ну, здесь, наверное, комплексный подход нужен и больше административного управления, какого-то рекламного проекта, чтобы люди видели, приглашали. Вот ты меня пригласил сегодня в гости, это очень хороший такой для нас момент, хороший зацеп для людей. Поэтому приглашаем всех. Массовость, она рождает потом уже конкуренцию, а конкуренция уже перерастает в какой-то серьезный уровень. Поэтому будем надеяться, что эта встреча наша с тобой не зря. В Барнауле есть команда, которая выезжает на разные соревнования. Расскажи о этой команде, на какие соревнования выезжаете и какой результат? В Барнауле есть команда, я являюсь и капитаном этой команды по совместительству. Выезжаем мы на соревнования, ну, в основном в ближайшие регионы. То есть это вот Омск, Новосибирск, Новокузнецк, то есть вот эти регионы. Поэтому в Омске очень развит флорбол, благодаря тому, что в свое время, в 2000-х годах, получилось договориться с школами, что выделили ставку для учителя. И поэтому на уроке физкультуры в каждой школе Омска есть урок по флорболу. Поэтому это очень круто, и у них более тысячи профессиональных флорболистов, именно взрослых. То есть у них есть две взрослые лиги, а несколько детских лиг, постоянно проходят турниры. То есть там невероятные условия для этого созданы. То есть там город весь знает, что это такое, когда человек идет по городу с пластиковой клюшкой. То есть у прохожих не возникает вопроса, что это за предмет у него в руках. И как команда, какие результаты, что это были за турниры? Участвовали мы в отборочных соревнованиях. То есть это отборочный чемпионат России по флорболу. Занимали мы второе место после омской команды. Их, конечно, обыграть не удалось, но получили, несомненно, такой богатый опыт. То есть там многие ребята играют в сборной России на чемпионатах мира. Ну, с ними конкурировать достаточно сложно. Но повторюсь, что опыт невероятный мы получили. Также вот были команды из Кузбасса, из Новосибирска. Их нам удалось обыграть. То есть вышли мы в финальную часть соревнований. И финал должен был проходить в Новгороде. Это было, по-моему, если не ошибаюсь, там 15 или 16 год. Но в Новгород мы не поехали по причине недостаточного финансирования. Поэтому все это за свой счет делается. Ну, и приняли решение не ехать. Ну, так бы постарались. Поиграли. Зацепились бы. Зацепились бы. Попробовали в любом случае. На Новосибирске периодически проходят соревнования тоже регионального масштаба. То есть вот буквально мы там на прошлой неделе ездили в Новосибирск. Тоже поиграли. Заняли второе место. Ну, там практически каждую неделю идут игры. Ну, и ребята охотно нас приглашают. Так как все-таки команда с другого региона добавляет такой дополнительный интерес к играм. Есть команда. Сколько нужно времени, чтобы вот те, кто сейчас ходит к вам на тренировки, попасть в команду и попробовать выехать на соревнования? Есть ли там какой-то регламент попадания, отбор, не отбор? В команду можно попасть в ближайшую среду. Попробовать прийти, попробовать поиграть. То есть мы выдаем весь инвентарь, за исключением одежды. Ну, это, я думаю, у каждого человека есть. Дай бог. Ну, у нас соревнования, если есть желание, можно попробовать даже с начальным, с базовым каким-то уровнем. То есть мы не гарантируем, что человек может всю игру там отыграть. Но выйти бесспорно. То есть это любительские соревнования, любительский турнир. Поэтому никаких ограничений нет. Выйти, попробовать, показать себя, посмотреть на других. Почему нет? То есть я правильно понимаю, что у нас в Барнауле есть официальная федерация флорбола. Да, федерация флорбола Алтайского края. Ну, а на соревнованиях вы ездите за свой счет. Есть ли какой, может быть, вопрос неудобный будет для тебя? Какое-то взаимоотношение с нашим Минспортом? Есть ли от них какая-то поддержка? Может быть, какие-то переговоры будут либо в планах? Да мы открыты к диалогу всегда. То есть если какая-то нужна от нас помощь или нам нужна помощь. То есть мы готовы сесть за стол, пообщаться. То есть мы часто выставляли оборудование на День города, то есть показывали зрителям, как это выглядит. То есть там вот, допустим, в педагогическом университете с Олегом Васильевичем Баянкиным, наверняка вы его знаете, тоже постоянно сотрудничаем. Модикан. Вот это. Ему огромный привет, тоже огромное спасибо. Тоже нам помогает, и мы им помогаем. Есть там договоренность у нас с РЖД, то есть тоже ребятам, с ними там совместно проводили тренировки. Они, кстати, тоже занимаются отдельно, у них базовый такой уровень. Ну, тоже интересно с ними было поиграть, познакомиться. Поэтому контакты есть, но, конечно, мы готовы там общаться, готовы развиваться. Если какая-то помощь будет для нас, мы будем только рады. Знаю, что на тренировки по флорболу часто приходят и хоккеисты. Да, что как и действующие, так и, возможно, те, которые еще молоды, но почему-то не получилось. Правда ли, что в флорбол приходят те, кто завершил карьеру хоккеиста, или наоборот, это такое возрастание, чтобы прийти в хоккей через флорбол? По-разному. То есть у нас очень много людей, кто занимался хоккеем. Я сам занимался хоккеем, и потом просто в какой-то момент увидел этот вид спорта и начал играть в него. И сейчас мы играем и в хоккей, и во флорбол. Поэтому это такие два вида спорта, которые идут рядом. И, допустим, тоже взять сборную России по хоккею. Многие не знают, но они на летних тренировках на земле играют всегда во флорбол. Поэтому это, может, крайне редко показывают, но это есть, и я знаю. И они заказывают клюшки, также покупают клюшки, играют. Поэтому это отличная альтернатива для хоккеистов и действующих. То есть когда льда нет, летом его топят. И месяц-два можно, чтобы не забыть, как работать руками, как работать клюшки, можно спокойно играть. На мировом уровне сборная России по флорболу выступает? На каком уровне вообще в мировой? Я считаю, что, конечно, есть лидеры, несомненно. Это Швеция, Финляндия, Швейцария, Германия. Там флорбол в 70-х годах уже начали развивать. То есть он такое широкое распространение получил. У нас немного позже, с 90-х годов, команда начала существовать тоже за счет сил энтузиастов. Поэтому есть, конечно, какой-то разрыв. Но такого катастрофической какой-то разницы, бездны, ямы, нет. То есть играют наши ребята и на чемпионатах мира, и на молодежных, и на юниорских, на взрослых, и девушки. То есть недавно буквально были чемпионаты мира. И я смотрел, то есть уровень достаточно серьезный. Поэтому есть, конечно, моменты какие-то. Там может быть тренировочный процесс, где-то нужно перестроить, добавить тренировки, добавить условия. Опять же, все упирается в какие-то условия, наверное, в массовость, то есть количество занимающихся. Поэтому, ну, я думаю, все впереди, все нужно быть хорошо. Ну и нам есть к чему стремиться. На этом наше время, к большому сожалению, подошло к концу. Ведите здоровый образ жизни и открывайте для себя новые виды спорта.